Это просто очень здорово, что терапевтный сезон заканчивается именно такими мероприятиями. Я желаю всему свету хорошего настроения, не побить и встретиться вновь в следующем году. Настроением спортивного праздника прониклись и прибыли в Нижний Тагил команды театра, драмы, музыки и комедии из Новоуральска, Екатеринбургский ТЮЗ, Дом актера, а встречали их хозяева площадки Нижний Тагильский драматический театр и колледж искусств. Дорогие земляки! Ору из Сибирька вперед! Нашего театра всегда настрой спортивный и боевой, поэтому мы приехали, несмотря ни на что. Несмотря на то, что у нас с утра не поехал автобус, мы приехали сюда на машинах. В любом случае мы приехали сюда получить удовольствие, встретиться с коллегами. И для нас это фан, радость, праздник и все будет классно. Мы болеем за Нижний Тагильский и Польший спорт. АО! Молодцы! АО! Молодцы! Лучше! Молодцы, ребята! Какие шансы на победу? Так как мы принимаем участие первый раз в таком мероприятии, мы постараемся не ложиться. Пускай! Все Станиславского рвут! За победу! Мы готовы за победу! Это событие. Это большое событие. Больших спортивных мероприятий в театрах не проходило давно. А если точнее, уже два года. Но вот это ощущение, что мы вместе, что мы существуем, что мы живы, оно самое главное. Театр Алиада традиционно собирает более десятка команд со всей Свердловской области. В этом году участвовали всего пять. По мнению организаторов, все из-за переноса даты соревнований. Июнь месяц, когда заканчиваются сезоны. Июнь – это месяц, когда ездят на фестивали, выпускают премьеры. Поэтому команд меньше. Сказалось, и третья волна коронавируса – это однозначно. Участники соревновались в семи дисциплинах. Плавание, шахматы, волейбол, настольный теннис, эстафета и мини-футбол. Впервые в этом году в перечень включили киберфутбол. Актеры сражались в игре на приставке. Нововведение им понравилось, и играть продолжали и после оглашения результатов. Примечательным стало награждение волейболистов. Девятый год подряд бессменным победителем стала команда Екатеринбургского «Тюза». По традиции она вручила соперникам специальные медали, что было очень кстати, чтобы, как говорят, закрыть углеводное окно после нагрузок. А победителя в общекомандном зачете на этот раз не объявляли. Победил театр. Завершился праздник спорта общим фотографированием. До встречи на юбилейной 10-й театре Ляде в 2022 году.